20 июля в Общественной палате состоялся круглый стол о роль религиозного образования в профилактике экстремизма и терроризма – опыт содружества независимых государств. Организаторами выступили Комиссия Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Российская ассоциация защиты религиозной свободы, Духовное собрание «Мусульман России», Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Встреча стала продолжением межконфессионального диалога, начатого в начале июня в Ташкенте, где встречались представители Совета РАРС с религиозными и общественными деятелями Узбекистана. На наших встречах и в Ташкенте, и вот здесь, в Москве, мы коснулись вот этих ценностей, нравственных ценностей, которые должны развиваться в нашем обществе, и это должно быть с самого детского возраста. И в семье, и в детских садах, и в школах, и в университетах, везде должно быть вот в углового угла ставятся вот эти нравственные нормы, которые должны быть свято хранимы в нашем обществе, потому что без них мы просто теряем свою идентичность, теряем свою такую человечность и, конечно, теряем свою государственность, потому что человек нравственный, духовный, он является, когда есть крепкая семья, нравственная семья, то это и есть нравственные и сильные государства. Безусловно, объединяющим фактором и наших религий, и наших культур являются многовековые исконные ценности и традиции наших народов, в том числе и основанные на религиозных постулатах. Это и ценности уважения к старшим, и ценности семьи, и отношения к труду, это и сострадание, милосердие, помощь ближнему. Это те неизменные ценности, которые нужно оберегать, сохранять и нужно передавать нашим будущим поколениям. Воспитание этих ценностей с детского сада, со школы очень важно для того, чтобы мы имели единый инструмент для того, чтобы противодействовать различным негативным явлениям, потому что именно со школы начинается воспитание молодого человека, а еще лучше это воспитание начинается прямо из семьи, поэтому воспитание на семейных ценностях, использовать семейные ценности для того, чтобы растала высоконравственная, высокообразованная личность, это задача и семьи, и школы, и государства, и религиозных конфессий. Деятельность религиозных объединений в странах СНГ является важным фактором противодействия экстремизму и терроризму в евроазиатском регионе. Существующие в странах СНГ конфессиональные образовательные учреждения осуществляют подготовку религиоведов, священнослужителей и иных кадров, работающих по направлению профилактики псевдорелигиозного экстремизма. Диалог государственных органов религиозных образовательных учреждений и общественности имеет значимую роль в гармонизации общественной жизни и международных отношений, укреплении межнационального мира и согласия. Ясно, что существующий опыт диалога, межкультурного сотрудничества, межрелигиозного взаимодействия выражается не просто в вопросах каких-то документов, мероприятий, конференций, но это и конкретные дела, которые сопутствуют этому процессу, ну, в частности, даже оказание помощи между религиями, восстановление религиозных зданий, сооружений, строительстве новых и решение социальных, гуманитарных задач. Я думаю, очень интересный разговор, который был направлен не просто на укрепление внутреннего положения или внутренней политической ситуации в наших странах, но и более широкому сотрудничеству на межгосударственном уровне роли религиозных организаций в решении этой задачи. Очень приятно, что присутствовали коллеги из многих стран СНГ, и все сошлись во мнении, что общим вектором развития нашей ситуации в СНГ и в других регионах, в том числе в России, является подготовка кадров священнослужителей, особенно исламских, которые могли бы нести традиционный ислам. Кроме этого, говорилось много о формализации традиционных духовно-нравственных ценностей, и первые шаги к этому уже были сделаны, в том числе в России. И это, безусловно, то, что сближает все страны СНГ и Российскую Федерацию. Самое главное, что мы услышали реакцию представителей органов государственной власти, которые были на этой встрече, услышали с их стороны желание решать эти вопросы. Я думаю, что в этом залог как раз продолжения нашей работы. Информационное бюро «Спектр» Москва. Материал подготовлен по заказу Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация защиты религиозной свободы». При реализации проекта используются средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Продолжение следует...